Привет, дорогие друзья! Наступила осень, появляются первые жёлтые листочки. Для ютюбера это самое подходящее время для того, чтобы начинать готовить канал к зимнему доходному сезону. Очень важно не упустить это время, чтобы когда наступит октябрь, ноябрь и тем более декабрь, не остаться ни с чем. Для этого подготовку нужно начинать прямо сегодня. И сейчас я дам вам конкретные рекомендации, которые необходимо выполнить для того, чтобы когда наступит высокий сезон на ютюбе, сезон высокой доходности, вы бы могли заработать максимальное количество денег и использовать ваш контент наиболее эффективным образом. Итак, первое, что нам нужно сделать, если вы это еще не сделали ранее, это установить график публикаций и прописать темы серийного контента, который интересен вашим зрителям. Если вы не знаете, что интересно вашим зрителям, самое время пообщаться с ними. Можно сделать это при помощи опросов и общения на вкладке «Сообщество». Можно просто снять отдельный видеоролик, где попросить у зрителей идеи. Обязательно проанализируйте каналы конкурентов и проанализируйте тренды для того, чтобы понять, какие запросы сейчас актуальны и как можно создавать тот контент, который будет интересен вашей целевой аудитории. Очень важно понимать вашу целевую аудиторию. И это должен быть сериал, потому что сейчас мы переходим к тем данным, к той информации, которую мне сообщали сотрудники vidIQ. Я провел переговоры, провел созвон оптимизационный с ведущим специалистом компании vidIQ, и мы обменялись информацией по оптимизации видеороликов. Есть очень интересные данные. В частности, если вы пользуетесь vidIQ, то у вас есть возможность анализировать частотность, конкурентность и общий, так сказать, уровень пригодности ключевых поисковых запросов для вашего контента. И здесь очень важно правильно выстраивать стратегию, чтобы вы не только создавали нужный контент, но и правильно его оптимизировали. Как это сделать? На самом деле здесь все достаточно просто. Вам нужно вначале, когда вы создали видеоролик и загрузили его на платформу YouTube, выбрать несколько главных ключевых поисковых запросов, под которые вы продвигаете данный видеоролик, на которые вы ориентируетесь. Например, если я говорю о YouTube, то мои запросы могут быть следующими. Монетизация, видеоблогер, оптимизация видео, продвижение на YouTube, новости YouTube, новые правила YouTube. Эти запросы последовательно я могу вбить в инспекторе ключевых поисковых слов vidIQ. который доступен в менеджере видео при оптимизации видеоролика. Как только я вбиваю эти слова туда, у меня высвечивается список ключевых запросов, релевантных моим потребностям. И я могу проанализировать, насколько высока частотность этих запросов. Да, показывается, в общем-то, поисковый интерес и поисковый объем потенциального трафика. Если же мы говорим о продвижении через похожее видео, здесь мы судим только по косвенным признакам. Также важен уровень конкуренции, который является неким совокупным показателем, взятым с других каналов, которые тоже публикуют видеоролики с использованием подобных метаданных, с использованием тех же ключевых поисковых запросов. И есть общий уровень показателя, то есть, насколько сложно войти с данным ключевиком в конкуренцию с другими роликами. Этот общий уровень конкуренции может отражаться как низкий, очень низкий, средний, высокий, очень высокий. И когда вы наводите курсор на тот или иной показатель, у вас показывается цифровое значение. Например, в диапазоне, скажем, где-нибудь от 40 до 60 у нас будет средний уровень конкуренции. Как сказал специалист YouTube, специалист VDIQ, если на вашем канале хотя бы 5000 подписчиков и хотя бы, скажем, 1000 активных, то вы можете лезть в запросы с рейтингом средний. Некоторые запросы не имеют численных показателей частотности, стоят нули. Почему так? У меня нет точного ответа. Я предполагаю, что это связано с ограничениями в отношении YouTube API, которые используют VDIQ при сканировании запросов. Просто они не спарсили, грубо говоря, частотность, потому что у них есть определенный лимит на количество запросов, они расходуют его бережно и аккуратно. Это не значит, что данные запросы имеют нулевую частотность, просто она нам неизвестна, и мы знаем некий абстрактный общий уровень конкуренции. И есть во всех запросах некий итоговый балл, некое такое результирующее, которое показывает, насколько данный ключевой поисковый запрос ценен. Ценность формируется по соотношению уровня конкуренции и уровня частотности. Таким образом, что нам нужно, когда мы инспектируем ключевики при помощи VDIQ, лицензии не ниже PRO, то есть нам нужна лицензия PRO или лицензия BOOST для того, чтобы осуществлять такие действия. Кстати говоря, по ссылочке в описании вы можете подписаться от меня и получить пробный перевод бесплатно для VDIQ и попробовать пользоваться этим инструментом. Это, на мой взгляд, очень здорово для ютюберов. Я вам чуть позже расскажу, почему. Итак, мы посмотрели ключевик. Нам нужно выбрать ключевой поисковый запрос, у которого есть частотность запросов хотя бы тысяча. Меньше уже, ну, нет смысла. Чем больше, тем лучше. При этом должен быть низкий уровень конкуренции или средний уровень конкуренции. Высокий лезть иногда стоит, если ваш канал специфически заточен под определенную тему, определенный ключевой поисковый запрос. Тогда это может иметь смысл. В остальных не слишком конкурентных нишах, так скажем, где вы не являетесь лидером мнений, где вы не представлены обширно, лезть в высокую, очень высокую конкуренцию не стоит. И смотрите за общим результирующим показателем, чтобы он был по возможности выше. Тогда вы имеете шансы на то, чтобы получить больше трафика, если вы оптимизируете данный видеоролик с использованием этих ключевиков. Пока мы говорим только о том, чтобы взять на заметку эти ключевики и натыкать их в теги. То есть, когда мы загрузили видеоролик, первое, что мы делаем, это мы подбираем теги при помощи vidIQ. Как их выбрать, я вам только что рассказал. Далее. Мы выбрали эти самые теги. И теперь приходит время продолжать оптимизацию. Как это сделать? У нас есть ключевые поисковые запросы, уже вогнанные в теги. Скажем, 400 символов. Там в диапазоне от 300 до 470. Это нормальный показатель. Плюс не забывайте ставить в теги ваш брендирующий ключевой поисковый запрос, который идентифицирует вас и не является распространенным в интернете. В моем случае это может быть ключевой поисковый запрос «Канаден» и «Денис Коновалов». Это мои брендирующие наименования, по которым меня легко можно найти. Следующий шаг, не менее важный, описание. Теги сами по себе для YouTube имеют даже меньшее значение, намного меньшее, чем название и описание. Поэтому нам важно использовать ключевые поисковые запросы во всех метаданных совокупно. Как составить описание? По большому счету, как бы то ни было, но мы приходим к SEO-тексту. Уважаемые SEO-шники, уважаемые оптимизаторы сайтов, веб-разработчики, если таковые есть, поставьте лайк к этому видео, потому что вы услышали знакомое слово и вы знаете, что делать. Как составить SEO-текст? Думаю, понятно. Нужно использовать прямые вхождения без изменений тех ключевых поисковых запросов, которые мы только что подобрали. И мы пишем текст, скажем, на 500 символов, который будет содержать эти самые ключевые поисковые запросы. Он должен быть понятен, читаем для зрителей и релевантен для поисковых машин. Кроме того, я рекомендую для достаточно длинных и содержательных видеороликов составлять тайм-коды. Тайм-коды мы начинаем с позиции 00.00, обозначая вступление ролика. И дальше мы следуем, например, там 0352, там такая-то тема. Таким образом, мы сможем при помощи тайм-кодов не только упростить навигацию по нашему видеоролику для зрителей, но мы также позволяем YouTube и Google индексировать наше видео в поиске в Google, потому что по тайм-кодам это отдельно может индексироваться на микро-поисковые запросы. Можно использовать низкочастотные поисковые запросы в тайм-кодах. Это позволит нам выходить в топ по этим самым запросам в поиске Google. И это бонус. Об этом я рассказывал некоторое время назад. Кроме того, мы насыщаем для алгоритма, который осуществляет ранжирование, наш видеоролик ключевиками. Хорошо. С этим разобрались. Название. Как построить название. У меня есть методички о том, как создавать название. Сейчас я лишь несколько вам дополню эту самую информацию. Вам очень важно будет понимать и иметь представление о том, что грамотно составленное название с точки зрения SEO и с точки зрения специалистов вид IQ должно содержать ключевой поисковый запрос. По своему опыту скажу, что в ряде тем это не всегда необходимо. Есть достаточно большое количество тематик, где вообще отсутствие даже какого-то намека на ключевой поисковый запрос дает прекрасные результаты по ранжированию и продвижению видеоролика. Но если мы рассматриваем YouTube SEO, если мы рассматриваем, так сказать, классическую оптимизацию, то ключевой поисковый запрос, подобранный при помощи вид IQ, имеющий высокую частотность и низкий уровень конкуренции, использованный в начале названия, будет давать вам существенное конкурентное преимущество. Кроме того, специалист вид IQ рекомендует не использовать прямое вхождение этого самого запроса непосредственно так, как он есть, а добавить к нему некий дополнительный элемент, обычно в конце. Ну, к примеру, если мы возьмем ключевой поисковый запрос «музыка без авторских прав», то мы можем убедиться, что он имеет низкий уровень конкурентности и высокий уровень частотности. Это то, что нужно для нас. И общий балл у него достаточно высокий. Специалист вид IQ рекомендует, во-первых, использовать целиком этот запрос в названии, то есть «музыка без авторских прав» в начале названия, но прицепить к нему какую-то вторую часть, которая может быть в некоторой степени кликбейтной и в любом случае которая может расширить данное словосочетание для насыщения его красками. Как это сделать? «Музыка без авторских прав» для ютюберов. Не попадись в капкан или там не угоди в ловушку или бесплатный сыр только в мышеловке. Вот с таким примерно посылом можно создать название для видеоролика. Рекомендуется не делать слишком длинные названия, поскольку они не дают конкурентных преимуществ. Однако, как вы помните, есть альтернативная стратегия, когда вначале мы ставим привлекательную часть, а во второй части названия мы используем ключевик. Какая из этих стратегий является более эффективной? Вопрос дискуссионный. Это все индивидуально. В различных ситуациях может быть по-разному. Я даю вам варианты, которые вы используете, и вы можете делать свои исследования и приходить к собственным выводам, о которых вы можете рассказывать в комментариях к этому видео. Давайте обмениваться информацией. Она полезна для нашего сообщества. Таким образом, мы берем прямое вхождение, плюс прицепляем к нему некий кусочек и формируем название видеоролика. Как я уже сказал, это может быть, к примеру, музыка без авторских прав для ютуберов. Точка или, например, вторая часть названия бесплатный сыр только в мышеловке знак вопроса. Можно попробовать вот такое название сделать. Естественно, на фактор обнаружения видеоролика будет влиять и значок. Пренебрегать им нельзя. Он должен быть привлекательный, интересный, качественный, с крупным каким-то образом, с хорошим разделением переднего плана и заднего фона, сюжетный, эмоциональный. Так вы достигаете хорошего показателя CTR, высокой конверсии, и как следствие имеете шансы получить хороший трафик, получить больше показов, и, что немаловажно, те показы, которые у вас есть, конвертировать в большее количество просмотров из ключевых источников трафика. Таким образом, мы получаем видеоролик, который с точки зрения SEO оптимизирован достаточно неплохо, и который имеет все шансы для того, чтобы набирать. Немаловажно то, чтобы ваш видеоролик имел достаточное удержание аудитории. Специалист VidaIQ говорит о показателе порядка 40% в конце видеоролика. То есть нам важно, чтобы удержание не падало лавинообразно, а чтобы снижение происходило достаточно постепенно, и до конца ваш видеоролик досматривало достаточное количество зрителей. Есть также еще один некий средний показатель, который может служить ориентиром. Этот показатель суммарное время просмотра и среднее время просмотра. Если в среднем ваш видеоролик смотрят от 6 минут и более, это неплохой показатель. Здесь мы можем видеть, что даже достаточно длинные видеоролики, которые просматривают как минимум 6 минут, могут иметь шансы на продвижение через похожие рекомендованные видео. Так что стремимся к этим показателям, внимательно смотрим за аналитикой и делаем выводы. Здесь важно правильно поставить эксперимент, чтобы потом интерпретировать его результаты. Это достаточно короткие рекомендации. Но есть еще кое-что касательно серийного контента. Когда вы засняли один видеоролик, и он у вас выстрелил, он набрал достаточное количество просмотров, вы не останавливаетесь. Вы снимаете следующее в короткий период времени. Если ролик взлетел, вообще надо сразу в коротком диапазоне времени бежать пилить следующий ролик на ту же тему, делать перелинковку, использовать на 50-80% сходные метаданные для того, чтобы ролики по системе рекомендаций давали трафик друг другу, чтобы свежий видеоролик получал трафик из рекомендованных с предыдущего вашего популярного видео, чтобы автовоспроизведение YouTube подбрасывалось на ваш новый видеоролик. Так вы сможете проехаться на поезде хайпа, усидеть на двух стульях, и рыбку съесть, и трафик получить. И после этого, как только вы максимально выжили тот тренд, тот ключевой поисковый запрос, который у вас залетел, вы продолжаете искать новые темы, реализовывать их на своем канале, и таким образом некоторые ютуберы, некоторые авторы существенным образом за короткое время поднимают трафик на своем канале и поднимают количество активной аудитории, которая приходит, подписывается и продолжает смотреть видеоролики. Давайте будем применять это все на практике, и я жду ваши отзывы, отчеты, идеи, мнения в комментариях. Обмениваемся информацией, работаем на общее благо, развиваем сообщество ютуберов в России. Ура! Лайк, подписка, поделитесь этим видосом, он полезен. Пока! С вами Коноден. Субтитры подогнали Симон.